Здравствуйте, друзья! С вами КикОбзор. В наши дни социальные сети являются альтернативой реальному миру, где нет границ, расстояний и войн. Где каждый может высказывать свою точку зрения, общаться с теми группами лиц, которые сам выбирает, да и вообще посылать пальцы вверх в знак одобрения. Сегодня мы хотели бы представить вам одну из таких социальных сетей. Синий-белый логотип, который знает каждый проживающий на Земле человек от Калькутты до Занзибара. Это будет увлекательная история становления империи Марка Цукерберга и путь от школьного проекта MP3-плеера к мировому господствующему бренду. Так чего же вы ждете? Садитесь поудобнее и слушайте! А начнем мы нашу историю с 14 мая 1984 года с городка Уайт-Плейнса, что на юго-востоке штата Нью-Йорк, где в одной еврейской семье стоматологов-психиатров родился единственный продолжатель рода Цукербергов. В 1994 году, когда юному Марку исполнилось 9 лет, он получил свой первый ПК на процессоре Intel 486 и впоследствии узнал, что мир делится на программистов, но и простых смертных. После появления компьютера Марк почувствовал себя ужасно взрослым и от новой игрушки первое время буквально не отходил. Уже через пару месяцев ему надоело просто менять цвет бэкграунда, и он принялся читать книжки, решив научиться чему-то более полезному, а именно программированию. Кстати, сейчас научиться мастерству программирования в разы легче вместе с бесплатным курсом основы программирования на портале geekbrains.ru. Пройди курсы, очень может быть, скоро мы расскажем о твоем стартапе на канале Кик Обзор. Ссылка в описании, ну а мы вернемся к Марку. Чтение, несмотря на бытующее мнение общества, пошло ему на пользу. С программерскими премудростями Марк освоился отлично, и еще учащись в старшей школе, написал несколько мелких программ, ну, например, компьютерную версию популярной в те годы настольной игры RISK. Марк в своих интервью много раз говорил, что никогда не хотел создавать что-то глобальное. Он рад был делать кучу прикольных мини-программок, ну, чисто для себя. Примером одной из таких программ являлся Synapse. Он написал ее для себя. Программа представляла собой умный MP3-плеер, который, внимательно изучив предпочтения владельца и выяснив, какую музыку в какое время суток и как часто он слушает, способен был генерировать плейлисты самостоятельно, угадывая, какие треки хозяину захочется услышать именно сейчас. Так вот, как раз эта программа явилась отправной точкой для Марка в последующей его карьере, ибо данным необычным софтом заинтересовались ни много ни мало в самой Microsoft, а самим Цукербергом и в Microsoft, и в AOL. Однако юное дарование отклонило предложение гигантов о покупке Synapse, а затем вежливо отвергло и их приглашение к сотрудничеству, отчетливо уже тогда в юном возрасте, понимая, что у него свой собственный уникальный путь. Если у человека есть мозги, он просто не имеет морального права работать не на себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих достижений своему работодателю. Вот так просто Марк отказался от нескольких сотен тысяч баксов и работы в одной из топовых IT-корпораций мира. Университетская успеваемость у него была так себе. Тут поправка. Университетская успеваемость в Гарварде была так себе, ибо страсть к программированию отнимала слишком уж много времени. Напомним, что в Гарварде Марк выбрал направление психология. Порой подготовка к экзаменам требовала неординарных решений, как, например, с пятью сотнями картин на курсе по истории искусства. До экзаменов оставалось два дня, и прочесть хотя бы что-то про каждое полотно было невозможно. Цукерберг быстренько создал сайт, на каждой странице которого поставил по картинке, и попросил сокурсников высказаться по поводу произведений. Через два часа каждая картина обросла комментариями, и тот экзамен Марк сдал на отлично. Во внутренней компьютерной сетке Гарварда имелся раздел, куда сотрудники выкладывали свои фотографии и личные данные. Фотографии были обычные, фасы, профиль, с напряженными выражениями лиц. И тут юному Марку пришло в голову порезвиться. Он сделал программу, которая выбирала два случайных лица и предлагала сравнить, кто сексуальнее. От желающих провести сравнительный анализ не было отбоя. К вечеру первого дня сайт просмотрели 4000 человек. Когда число посетителей перевалило за 20 тысяч, сервер просто упал. Поголовки за это его не погладили, конечно же, но это было уже не важно, ибо основа будущего коммуникационного шедевра была уже создана. 4 февраля 2004 года Марк запустил социальную сеть под названием TheFacebook, которая задумывалась как сайт для общения студентов Гарварда. TheFacebook стал популярен среди студентов в основном из-за удобства самоорганизации по группам, курсам и тусовкам, которые уже существовали в вузах в офлайне. Вместе с Марком запуском проекта занимались еще Эдуардо Северин, Дастин Московиц, Эндрю МакКолум и Кристофер Хьюз. Очень быстро социальная сеть, созданная Цукербергом, переросла границы кампуса, и уже весной 2004-го в нее входили все колледжи Лиги Плюща. Пользователям предлагалось размещать фотографии и любую информацию о себе, от научных и творческих интересов до гастрономических и любовных предпочтений. Ну а также фотографии, фотографии и опять-таки фотографии. Марк потратил на бизнес все деньги, отложенные родителями на оплату его учебы, но для мегапроекта этого, естественно, не хватало. И поэтому как-то летом Цукерберг рванул в Силиконовую долину, где интересные идеи, если, конечно же, повезет, могут получить поддержку. Он встретился с Шоном Паркером, одним из создателей программы для обмена файлами Napster, который, в свою очередь, познакомил Цукерберга с Питером Тилом, соучредителем платежной системы PayPal. Опытный бизнесмен после 15-минутного разговора проинвестировал рыжеволосого юнца на 500 тысяч долларов. Цукерберг сразу же написал в университет заявление о бессрочном академическом отпуске, собственно, как в свое время сделал и другой известный недоучка Билл Гейтс. Тут опять одна поправка. Гарвардский недоучка. Полмиллиона – это только на первый взгляд большие деньги. Марк и его команда совершенствовали свое детище в арендованных помещениях в Пало-Альто. Кто сидя на шатких стульях, а кто и прямо на полу. В комнатах, где стояли серверы, не было вентиляции, а при калифорнийской летней жаре в 45 градусов пластиковые стойки буквально плавились по краям. В ноябре 2004 года число пользователей перешагнуло за миллион. Еще через полгода с помощью Питера Тила компании удалось получить серьезные средства в 13 миллионов долларов от Excel Partners, а осенью 2005 насчитывалось уже 5 миллионов активных клиентов. Именно тогда было сделано самое первое серьезное вложение в бренд Facebook. Куплено доменное имя facebook.com, ну для большей простоты и удобства в запоминании. Короткий домен до этого принадлежал компании AboutFace. Марк заполучил доменное имя, заплатив за него около 200 тысяч долларов. В 2006 году Цукербергу стали поступать первые предложения о покупке. Сначала суммы были очень осторожные, но довольно быстро начали увеличиваться. Предлагали 750 миллионов долларов, но Марк отказался и заявил, что это втрое меньше той суммы, о которой можно было бы вести серьезный разговор. Позже на переговорах с Yahoo речь шла о миллиарде, но Цукерберг снова сказал «ноу». То есть нет. Было еще и предложение от Google, и они давали больше, но Facebook остался у прежнего рыжеволосого основателя. Сайт тем временем обрастал не только людьми, но и новыми сервисами. Всем в компании было ясно, что они сидят на огромных деньгах, но придумать изящные способы их получения от пользователей оказалось не такой уж и легкой задачкой. На сайте опробовали различные методы внедрения контекстной, как можно более щадящей рекламы. Случались в связи с этим и скандалы, в частности относящиеся к приватности данных, которая оказалась под большим вопросом, и невозможность окончательно удалить свой аккаунт. Годом перемен для Facebook определенно стал 2007. Для начала Microsoft приобрел 1,6% акций компании на сумму 240 миллионов долларов. Несложно подсчитать, что в понимании Microsoft полная стоимость компании Facebook равняется 15 миллиардам долларов. Куда уж тут Yahoo и Google с их скромными суммами. В 2008 году соцсеть завладела одним из своих самых главных на тот момент конкурентов – проектом ConnectU за 31 миллион долларов. Это проект, созданный братьями Винклвоссами для студентов Гарварда. Поглощение нельзя назвать традиционным. Фактически, создатель и глава Facebook выплатил компенсацию основателям ConnectU в результате мирового соглашения в рамках судебного разбирательства. Оно возникло после обвинения главы Facebook в краже программного кода этой соцсети для его собственного проекта. Двумя годами позднее, в 2010 году, компания заплатила 8,5 миллионов долларов за еще более короткое доменное имя FB.com. До этого оно принадлежало Американской Федерации Фермерских Бюро. В том же году компания приобрела инструмент импорта контактов – DiviShot, который лег в основу менеджера фотографий социальной сети. Сервис ShareGrowth, купленный в том же 2010-м, был использован для создания Facebook Groups. Проект Hot Potato, позволяющий чекиниться в разных местах, Facebook купила за 10 миллионов долларов и создала на его основе Facebook Places. А сервис Beluga, инструмент общения в группах, стал основой мессенджера Facebook. Уже тогда компания задумывалась о важности мобильного веба, что проявилось в покупке израильского разработчика мобильных приложений Snapto за 70 миллионов долларов. Но, конечно же, одна из самых крупных сделок социальной сети – это поглощение сервиса фотоблогов и Instagram за 1 миллиард долларов. Сервис продолжает существовать как отдельные ресурсы и довольно успешно. А эта покупка была нужна Facebook исключительно для того, чтобы не случилось так, что незаметно у социальной сети появится серьезный конкурент. Эксперты отметили, что тогда Facebook купила сервис, уже ставший на тот момент частью интернет-культуры, без внятной бизнес-моделей и высоких доходов. Соцсеть просто не могла позволить, чтобы Instagram рос и развивался без нее. Но не все поддавались натиску одичалого марка-налетчика. Так, в 2012 году компания предложила за сервис Snapchat 3 миллиарда долларов. Но ребята – Эван Шпигел и Бобби Мерфи – оказались не робкого десятка и отказали. Как вспоминает Эван, встреча проходила тайно и на частной квартире. Цукерберг попытался выведать у партнеров их видение развития сервиса, а затем описал новый продукт Facebook – мобильное приложение Pouk, которое позволяет делиться с друзьями исчезающими сообщениями, фотографиями и видеороликами. До запуска приложения оставалось несколько дней. Цукерберг даже добавил, что собирается заменить большой знак лайку въезда в кампус Facebook в Кремниевой долине на логотип Pouk. Другими словами, это звучало так – «Мы вас уничтожим». Но и тут ребята не поддались страху и отклонили таки предложение. Первый же отказ в истории поглощения Цукерберга до сих пор остается мозолью в виде приложения Snapchat, даже после многократных клонирований функций в свой мессенджер и Инстаграм. И только последний может как-то соперничать со Snapchat. После этого наш герой не растерялся и уже через два года отыгрался на мессенджере WhatsApp. Популярное приложение обошлось социальной сети в неимоверно большую сумму – в 19 миллиардов долларов. Это больше, чем в свое время Google заплатила за Motorola, а Microsoft – за Skype. Разговоры о том, что Facebook явно переплатила за этот инструмент общения, еще долго не утихали среди IT-экспертов. Сейчас сложно оценить оправданность цены этого поглощения. А если вспомнить, что купить WhatsApp пытались и другие игроки рынка, в частности Google, возможно, Facebook сделали предложение, от которого невозможно отказаться. По поглощениям Facebook в последние годы можно судить о планах по развитию социальной сети. Так, Facebook купила компанию Oculus VR, работающую в сфере дополненной реальности. Приобретение обошлось в 2 миллиарда долларов и было сделано, вероятно, изучая вопросы внедрения в виртуальную реальность социальных инструментов, в том числе средств доступа к соцсети. Сейчас сложно предположить, какие компании заинтересуют Facebook. Будут ли это производители мобильных телефонов или интернет-провайдеры, веб-издатели или разработчики мобильных игр? Можно только сказать, что ни один из такого рода проявлений интереса Facebook не станет странным или непонятным. Марк знает толк в долгосрочных инвестициях, а это, в свою очередь, означает, что социальная сеть все сильнее будет проникать во все сферы нашей жизни и будет делать это еще активнее. А на этом мы закончим историю компании Facebook и ее основателя Марка Цукерберга. Подписывайтесь и ставьте ваши лайки. До встречи!